МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга, но действительно, сведения, которые приходят из Константиновки, достаточно скудные и разрозненные. Тем не менее, они складываются в следующую картину. Известно, что возле общежития силовиков сегодня вновь собрались местные жители на стихийную акцию протеста. Есть информация, что в окна казарма они кидали камни и скандировали фашисты. Нам удалось связаться с очевидцем событий в городе. И вот, что он рассказал нам по телефону. Сегодня у здания общежития, где расположены украинские вооруженные силы, очередной раз собрались люди. Это митинг. Людей здесь довольно-таки много. Человек 250. Весь день над городом летают вертолеты. И если митинг не прекратят, то обещают еще завести 500 человек украинской армии. Боимся. Боимся, потому что и СБУ может пройти, и кого-то забрать к себе на допрос. Одно из требований местных жителей – вывезти из города, расквартированных там военных. Но судя по тому, что мы слышали от свидетеля событий, этого не произойдет. Не исключено, что ВСУ только усилит свое присутствие в городе, где волнения начались еще в понедельник. Ситуация в Константиновке вышла из-под контроля после гибели ребенка под гусеницами военной техники. Водитель украинского броневика не справился с управлением и выехал на тротуар. Маленькая Полина погибла на месте. Виновники этой трагедии задержаны военнослужащие, управляющие БМД. По одной из версий, был пьян. Расследование сейчас ведется как в отношении военных, так и в отношении тех, кто вышел на улицы города на протестные митинги. Коллеги. Ну и вот, Миша, как раз продолжая эту тему, действительно ли в Константиновке продолжаются аресты и сейчас? Да, Вадим, действительно, есть информация, что аресты продолжаются. Ее распространила Генеральная прокуратура Украины. Суд арестовал четверых человек по делу о массовых беспорядках в Константиновке. Известно, что следователи продолжают допрашивать свидетелей волнения в городе. Также известно, что СБУ разыскивает предполагаемых участников митингов, используя для этого в том числе социальные сети. Коллеги. Ну, понятно. То есть вместо того, чтобы расследовать это чудовищное ДТП, милиция и СБУ снова занимаются поиском врагов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...